Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырёх играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее, мы переходим к делу. Смотрите сегодня! Другой мир! Это узконаправленный продукт, ориентированный на фанатов безудержного мочилова. Секшен 8! Футуристический экшенов первого лица, арестированный на сетевые баталии. Только здесь врагу в прямом смысле можно отстрелить все бонусы. Фея 2! Ребон! Долгожданный аддон к легендарному хоррор-экшену. На этот раз история армии и корпорации Армахэм будет рассказана от лица репликанта Факстрот 813. Мини-ниндзя из множества других подобных аркад эту выделяет глубокие разнообразные геймплеи. Даже старшему поколению геймеров будет интересно покопаться в инвентаре и разобраться во всех тонкостях этой игры. Последние несколько лет творчества студии IO Interactive было посвящено искусству удушения струной, поиску извращенцев на мясокомбинате и галлюциногенному расстрелу беззащитных людей. Теперь целевой аудиторией этих разработчиков являются дети в возрасте от 8 до 12 лет. Мини-ниндзяс! Простенькая аркада от создателей Hitman. Это только на первый взгляд мини-ниндзяс может показаться простой игрой. Далее выясняется, что игровой процесс тут складывается из множества элементов и исход каждого поединка зависит от кучи параметров. Кроме этого, разработчики не поскупились на создание довольно занимательного сюжета. Действия происходят во времена феодальной Японии. Некие злые самураи стали превращать животных в солдат. Из милых зайчат-ягушек получились страшники и лучники. Из зверей покрупнее, таких как медведи, вырастили боссов, большущих самураев. Противостоять этому безобразию предстоит игроку, в подчинении которого оказывается шестеро ниндзя. Предводитель отряда Хиро. Он умеет превращаться в животных, прятаться в высокой траве и обучен некоторым магическим заклинаниям. Есть еще здоровяк Фихо, который дубасит врагов огромным молотом, а зачастую даже собственным брюхом. Есть в отряде молодая девушка с юзом. Она мастер игры на плете и поражает врагов на расстоянии. Кунаичи, ее сестра, мастерски владеет копьем. Тора – ниндзя с огромными когтями, как у Русомахи. И, наконец, Шун – лучник, умеющий прокрадываться в лагере врага и бесшумно. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2 ГГц, 2 ГБ оперативной и 256 ГБ видеопамяти. На жестком диске мини-ниндзиас займет 2,5 ГБ. Мини-ниндзиас – это экшн-адвенчура с неожиданно широким арсеналом возможностей. Герой умеет залегать в траве, обходить врагов лесом и пользоваться магией. Кроме того, вы можете на лифту переключаться между несколькими ниндзя. Каждый, как заведено в таких случаях, со своими особенностями. Но изюминку в игровой процесс вносит возможность собственноручного изготовления изделий для наших подопечных. Поиск ингредиентов и необычных рецептов. Пятерка за геймплей. Внешне мини-ниндзиас выглядит довольно слабо. Несовершенство графического движка разработчики замаскировали с мачными спецэффектами и стилизацией. Четверка за внешний вид. Звук также ничем примечательным похвастаться не может. Смачные удары и свист рассекающих в воздух мячей все это стандартно для подобного рода аркад. Разнообразит звуковой ряд, разве что сами ниндзя, которые иногда отвечают вам короткими «У-у-у-у», когда вы пытаетесь сделать что-то недозволенное. «У-у-у-у-у!» «У-у-у-у-у!» «У-у-у-у!» Четверка за звук. В итоге мы имеем добротную экшен-адвенчеру, рассчитанную в первую очередь на детскую аудиторию. Из множества других подобных аркад мини-ниндзя выделяет глубокий, продуманный и разнообразный геймплей. Наверняка даже более старшему поколению геймеров будет интересно покопаться в инвентаре и разобраться во всех тонкостях этой игры. Твердую четверку получает сегодня экшен-адвенчера Мини-ниндзя. Мини-ниндзя, конечно, отнюдь не шедевр. Многие, я уверен, даже скажут, что ждали от этих разработчиков большего. Но детям она нравится, о чем свидетельствует огромное количество писем с вопросами по прохождению. На самые частые из которых мы ответим прямо сейчас. Вопрос. Где еще мне найти всяких ингредиентов, а то постоянно их не хватает? Отвечаем. Во-первых, заглядывайте во всевозможные углы, а не идите строго по тропинке. Во-вторых, если видите речку, то обязательно сплавайте в оба конца. Наверняка найдете какие-нибудь необычные грибы или цветы. Также обращайте внимание на плодовые деревья. Если их потрясти, с них посыплются яблоки или другие фрукты. Их также можно использовать при приготовлении различных напитков и зелий. Вопрос. А как справиться с самураями, которых прикрывают лучники? Пока я их убиваю, меня закидывают стрелами. Что делать? Отвечаем. Без магии и специальных умений тут, конечно, не обойтись. Самое простое, что тут может помочь, это звездочки, которые стоят недорого и при этом эффективно оглушают противника на расстоянии. Таким образом можно вырубить лучников на время боя с самураями. Если же с финансами получше, то можно закупиться угненными шарами и прочими спецэффектами. В крайнем случае, можно просто одеть большую шляпу, которая по совместительству служит лодкой. Вопрос. А как убивать противников с одного удара? Я видел, что так делать можно. Но как? Не знаю. Помогите им. Отвечаем. Суперудар накапливается какое-то время. А затем его можно использовать, зажав определенную клавишу. Не отпуская ее, укажите на противника, которого хотите атаковать, и дело в шляпе. Другой мир. Это новая разработка от поляков из Opinoco Entertainment. Скажем сразу, ничего хорошего от этой игры не ждите. Идея, конечно, неплохая, но реализация, как нам кажется, вообще никуда не годится. По словам разработчиков, Другой мир — это первая игра, в которой все сделано именно так, как им хочется. А им, в первую очередь, хотелось динамики старомодных 2D-скроллеров, вроде Metal Slug и Chaos Engine. На раннем этапе разработки этой игры планировалось даже вести систему, позволяющую превращать игру в сайдскроллер. К сожалению, от этой затеи пришлось отказаться. В итоге, сейчас Другой мир располагает одним, но модным режимом камеры от третьего лица. Динамику решили поддерживать постоянными потоками врагов и напряженными битвами с гигантскими, вплоть до нелепости, боссами. Игровая механика должна быть простая и понятна любому, кто шапочно знаком с компьютерными играми. Именно такие качества, по мнению команды разработчиков, должны обеспечить успех их игре. Посмотрим, что у них получилось. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 512 МБ видео, а также 3 ГБ на жестком диске. Игровой процесс другого мира действительно не от мира сего. Что разработчики хотели, то и получили. Игроку практически ничего не нужно делать. Толпы монстров, несущихся на вас, без проблем убиваются с пистолетом. Заодно уничтожаются и установки, порождающие их. Все вражеские снаряды, пули и рукопашные практически никак не отражаются на игроке. Всё это выглядит очень неинтересно и безвкусно. Однако, если посмотреть с другой стороны, это то, к чему стремились разработчики. Так что выбор за вами, а наша оценка геймплея всего 2 балла. Несильно выделяется и внешний вид игры. Видно, что ребята из Open Oak Entertainment постарались, но явно не до конца. Да, окружающая обстановка хорошо передаёт изначальную задумку, но без ложки дёгтя не обошлось. Игра не очень хорошо оптимизирована, и настройки не сильно влияют на частоту кадров. Кроме того, очень мало видеороликов, преступно мало, из-за чего игра кажется ещё более скучной и однообразной. Мы ставим 3 балла за графику. Звуковое сопровождение игры состряпано в том же духе. Еле заметные выстрелы и куц и взрывы, то звуковую идиллию прерывает разве что однообразный голос, сообщающий о подобранном оружии. В общем, всё грустно и неинтересно. Мы предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент из игры и самим оценить озвучку. А наша только звука 3 балла. Другой мир Это узконаправленный продукт, ориентированный на фанатов безудержного мочилова. Здесь вам ничто не помешает насладиться этим процессом, и даже наоборот. Разработчики именно этого и желают. Огромное количество стволов и боеприпасов, толпы ботов и практически бесконечная жизнь. Берите пушки и неситесь на пролом, не задумываясь ни о чём и кроша всё на своём пути. Наша общая оценка игры всего 3 балла. Хотелось поиграть во что-нибудь свежее и клёвое? Получите другой мир. Один из самых квёлых проектов. Ужасно глупая мочилова с проблесками красоты и зачатками интереса. Если вы умудрились столкнуться со сложностями при прохождении, мы очень постараемся помочь. Первый вопрос. Помогите мне расправиться с мини-боссами, которые чуть больше остальных врагов, но практически не убиваются. Как я только не стрелял по ним, либо трачу на них кучу патронов, либо приходится стрелять из ракетницы. Но ракет очень мало. Что делать? Отвечаем. Эти боссы действительно обладают большим здоровьем, чем обычные противники. Однако убиваются они достаточно быстро. Просто старайтесь стрелять точно в голову, и всё у вас получится. Кроме того, наиболее удачное оружие против этих боссов – это многоствольный пулемёт. Он достаточно мощный и с большим запасом патронов. Следующий вопрос. Как быстрее расправиться с шарами на длинных ногах? Очень напрягает, постоянно уворачиваются от их ракет. Отвечаем. Как бы это ни было странно, но самое удобное оружие против них – это снайперская винтовка. Примерно пять выстрелов, и эти голвоногие валятся с ног. Смотрите далее. Секшен 8. Футуристический экшен от первого лица, ориентированный на сетевые баталии. Только здесь врагу в прямом смысле можно отстрелить все бонусы. Фея 2. Ребон. Долгожданный аддон к легендарному хоррор-экшену. На этот раз история АЭМа и корпорации Армахэм будет рассказана от лица репликанта Фокстрот 813. Это был анонс второй части. Увидимся сразу после рекламы. Реклама прошла. Ха. Голос, сколько у меня есть времени? Четыре минуты. Успею. Успею, родной мой, успею. Сейчас мне только... Давай. Саня, ну уйди. Уйди! Да-а-а-а. Сделай паузу. Скушай Твикс. Таймгейт Студиос. Авторы двух аддонов к первому эфир совсем недавно выпустили новый сетевой проект. Секшен Эйд. Если на вас вдруг упала круглая тень, которая стремительно сокращается в диаметре и сопровождается характерным свистом, знайте, это не к добру. На вашу голову падают головорезы из Секшен Эйд, которые смутно понимают разницу между десантированием и орбитальной бомбардировкой. Всякая высадка начинается на высоте 4,5 километров, а перед приземлением совсем не обязательно включать антигравитационный тормоз. Как следует, разогнавшись, боец может притвориться метеоритом и пробить собственным телом какой-нибудь танк. Остаться в живых ему при этом позволит сверхтехнологичный бронированный экзоскелет. Противоборствующих сторон по сюжету две. Группировка Арма Фориун и, собственно, Секшен Эйд, элитные правительственные войска. Тут не существует гиперпространства и сверхскоростных путешествий. Потому контроль за своими удаленными колониями государство осуществляет с огромными задержками. Этим и воспользовались Арма Фориун. В частности, спланировав операцию, они захватили сразу несколько планет. Пока подоспела помощь в лице бойцов Секшен Эйд, агрессору успели отстроить мощные оборонительные сооружения. И приготовились встретить десант во всеоружии. Главного героя зовут Алекс Корп. За своим отрядом он прибудет на одной из захваченных планет, не подозревая о засаде. Его задача — выяснить, почему с колонией пропала связь. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 512 ГБ видеопамяти. На жестком диске игра с Секшен Эйд займет 5 ГБ. Многое в этом шутере будет зависеть от экипировки солдата. Перед высадкой нам позволят выбрать вооружение бойца, а также добавить ему специальные модули. Среди активных апгрейдов выделяются наплечный миномет или, скажем, ремонтное устройство, которое устанавливает броню. Пассивные модули увеличивают скорость передвижения или повышают могильность реактивного ранца. Казалось бы, ничего особенного в этих инсталляциях нет, если бы не одна тонкость. Каждый модуль в игре устанавливается не в, а на бронекостюм. То есть его прекрасно видно и при желании его можно сбить метким выстрелом. И шифр противника всех бонусов. Четверка за геймплери. Выглядит игрушка довольно хорошо. В плане дизайна, декорации и стиля игра представляет собой концентрированный Sky-Fi, заимствованными откуда только можно фрагментами. Студия TimeGate одновременно черпает вдохновение из кала и доброго десятка фантастических фильмов. А внешне ее игра вообще напоминает осветленную Unreal Tournament 3. Четверка за графическое оформление. Музыка в игре ничем примечательным не выделяется. Все на уровне для игр подобного рода. Скученький саундтрек, уже привычные звуки выстрелов оружия будущего, скудные отрывки фраз и все в этом духе. Тройка за звук. Тройка за звук. Тройка за звук. Тройка за звук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Секшен Эйд пока кажется единственной игрой, где удачно слегкировав, можно пробить насквозь вражеский танк. Причем никаких ограничений в выборе зоны высотки нет. Приземлиться действительно можно в любое понравившееся место. Правда, в мультиплеерном матче идти в сторону вражеской базы как минимум неразумно. Зенитные орудия соплют десантника еще в небе. С другой стороны, если вся команда одновременно спикирует на форпос противника, возможно, кому-то и повезет отвоевать жизненно важный клочок земли. Наша общая оценка игры — 4 балла. За каждый отвоеванный участок земли игроки Секшен Эйд получат вознаграждение в виде так называемых реквизиционных очков, которые можно будет потратить на вызов всевозможных подкреплений. А теперь пришло время наших ответов на ваши вопросы по игре Секшен Эйд. Вопрос. Скажите, а в этой игре есть одиночная кампания? Отвечаем. Да, есть. Она рассчитана на 4 часа игрового времени. Помимо отстрела рядовых пехотинцев, по мере прохождения вам встретятся и боссы, с которыми придется повозиться. Следующий вопрос. Враги перемещаются намного быстрее, чем я. От этого я все время проигрываю. Что мне делать? Отвечаем. Попробуйте метким выстрелом отстрелить врагу, прикрепленный к его экзоскелету бонус. После этого он потеряет способность быстро передвигаться. Следующий вопрос. Врагов слишком много, и я не могу дать им опор. Что делать? Отвечаем. Вам нужно накопить очки, с помощью которых вы сможете развернуть ПВО. Часть работы она возьмет на себя. Пятого сентября 2009 года студия «Монолит» выпустила аддон ко второй части своего хоррор-экшена. В дополнении история второго эфира предстает перед игроком в новом свете. Рассказ ведется от лица боевого клона реплика «Фокстрот-813». Действие аддона «Реборн» развивается все в том же, безымянном американском городишке, который сначала стал жертвой безумных научных экспериментов, а затем был подчистую уничтожен ядерным взрывом, освихнувшимися от страха военными. На этот раз история Альмы корпорации «Армахам» предстает перед игроком в новом свете. Повествование, по сути, повторяет сюжет оригинального СТА, однако из глаз реплика «Фокстрот-813» знакомый игроку событие выглядит совсем иначе. И, по сути, никаких принципиальных расхождений с главной сюжетной линией в «Реборн» нет. Системные требования игры «Феа-2» «Реборн» таковы. Процессор на частоте 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видеопамяти и 7 ГБ на жестком диске. Многие ругали оригинальное «Феа-2» за скучный игровой процесс и малое количество нововведений по сравнению с первой частью. Видимо, разработчики прислушались к мнению игроков и решили исправить это недоразумение. В результате наш протагонист обзавелся новыми способностями и стал на голову техничнее сержанта Беккета из «Феа-2». Печалит лишь короткое продолжительное дополнение. Всего-то 4 миссии. Наша оценка геймплея — 4 балла. Что касается графической составляющей, то тут никаких принципиальных изменений не произошло. Разве что «Сло-мо» стал включаться чаще, но этим сейчас уже никого не удивишь. Спустя полгода после выхода «Феа-2» движок игры выглядит вполне достойно и современно. Поэтому «Рибон» получает твердые 5 баллов за графическое оформление. Одни из самых сильных компонентов «Феа-2» — мрачная музыка и спецэффекты — перекочевали и в «Рибон». Они отлично справляются с задачей погружения игрока в страшный мир «Феа-2». Наша оценка звукового сопровождения — 5 баллов. Повтори «Феа-2» верно. Повтори «Феа-2» вагон» 爾 «Феа-3» «Стоя» для копейки демон***» «Феа-4» — демон*** «Ингер, мэр, jet-up» «Феа-3» «Феа-2» 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 «Феа-3» Если учитывать то, что на разработку аддона у разработчиков ушло менее полугода, ребон получился очень дажен. Главная изюминка игры — это, конечно же, слоу-мо, доступный теперь в режиме мультиплеера. В остальном же перед нами классическое дополнение для фанатов серии. Наша общая оценка 3-2, ребон — 5 баллов. Разработчикам удалось сохранить дух оригинального Фир. Играть всё так же страшно, а новые навыки вашего подопечного весьма разнообразят игровой процесс. Чтобы не запутаться в нововведениях, появившихся в Reborn, смотрите наши ответы на ваши вопросы и советы по прохождению. Первый вопрос. Можно ли как-то отойти от сюжетной линии и найти другую концовку? Отвечаем. Нет, сюжет в Reborn, как и в оригинальном Феа 2, линеен как рельсы. А главный герой во всём происходящем не более чем наблюдатель, старающийся выжить. Единственное развлекалово — косить и забивать всё по стаду. Следующий вопрос. А где в Reborn можно найти персонажей из других частей Феа? Отвечаем. Все ключевые персонажи, которые встречаются нам в Reborn, заскриптованы и пропустить их просто невозможно. О подробностях же судеб, всех остальных, вы можете почерпнуть из компьютеров и ноутбуков, которые будут встречаться вам по пути. Но, к сожалению, это всего лишь текстовая информация и ничего интересного вам не расскажут. Следующий вопрос. Помогите, никак не могу разобраться. Как в режиме мультиплеера используют замедление времени? Отвечаем. Режим Slow Moe включается, как только вы подбираете соответствующий перк. Но учтите, количество их на уровне ограничено и время респауна чётко прочитано. Поэтому пользуйтесь тактикой, действующей ещё в Quake 2. Появляйтесь на месте Респа-перка за секунду до его появления. Тренировки, тренировки и ещё раз тренировки. Дерзайте. На сегодня, думаю, хватит. Игр так много, а эфирного времени, как всегда, не хватает. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Кстати, на вап-сайте канала Муз-ТВ появился мой личный блог. Заходите и задавайте вопросы. Будем общаться. Вап.муздфизтв.ру Я всегда в твоём мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адрес FAQ-собакамуздфизтв.ру Мы обязательно всё посмотрим и, по возможности, максимально оперативно ответим на ваши письма. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!